здравствуйте друзья в этом небольшом видео я покажу как выглядит подставка для интерактивных панелей от санов которая позволяет превратить их настольное устройство а также скажу несколько слов обновлениях которые появились функционале ns панель про за время прошедшая с моего первого видео напомню что это устройство позиционируется как центр управления умного дома экосистемы everlink совмещенная zigbee шлюзом подробнее смотрите в моем видео обзоре ссылку на которой вы найдете в описании большая просьба не писать бесконечные комментарии о том что дешевле найти бывшего потребления планшет или смартфон это не относится к теме данного видео тут мы говорим о совершенно конкретном устройстве а нужно ли она лично вам решайте самостоятельно я лишь показываю его возможности если вам нравятся мои видео прошу вас не забывать ставить лайки и подписываться на мой канал если вы не сделали этого раньше приехала подставка в белой картонной коробке на фронтальной стороне находится ее изображение логотип производителя отмечу еще очень качественную упаковку от официального магазина санов на алиэкспресс сзади указана совместимость с версиями подставка подходит как для первой версии панели которая является выключателем на две линии так и для центра управления нс панель про причем подходит как европейским квадратным версиям так и американским прямоугольным вот они вместе с коробкой нас панель про пора теперь соединить их вместе в одно устройство за счет того что подставка рассчитана и на установку американских версий она явно больше чем нужно я считаю что лучше бы сделали отдельную европейскую версию кроме черного можно заказать и в белом цвете на боковой части имеются вентиляционные отверстия на столе она будет расположена под удобным для использования углом кабеля питания в комплекте ни панели не подставки нет так что нужно подобрать его заранее я подготовил подходящий по цвету через отверстие в задней части подставки пропускаем его внутрь и подключаем к панели комплектные винты для подрозетника которые были с панелью тут не подходят используем крепеж от подставки после этого устанавливаем на место экран теперь можно включить сети запустить устройство с момента моего первого обзора прошло более полугода за это время вышло несколько обновлений прошивки три или четыре я точно уже не скажу так как большую часть этого времени я не пользовался панелью у меня под нее не было задач то и ставил я обновление одно за другим в один день после того как я ознакомился с новыми возможностями у меня появилась идея о том как применить у себя этот девайс и именно тогда я и заказал подставку для него по состоянию на дату этого видео актуальная версия прошивки для нас панель про имеет номер 156 из обновлений главным для меня является появление меню веб-страниц ради которого я решил использовать устройство на постоянной основе логика проста нужно ввести название и адрес веб-страницы и ее можно будет запускать с панели я добавил страницу vled адресной ленты заодно для проверки добавил интерфейс home assistant забегая вперед скажу что для home assistant удобнее будет завести отдельного пользователя и сделать под него свой интерфейс рассчитаны на работу с панелью еще одно нововведение это функция голосового звонка даже в наше время когда смартфонов нет разве что у домашних животных может пригодиться вариантов тут много или телефон куда-то засунули или забыли или есть проблемы с сотовой связью и тому подобное как лично я планирую использовать устройство кроме часов и текущей погоды тут есть еще прогноз на неделю мне удобнее смотреть это на панели чем на телефоне второе это подключение камерам наблюдения неоднократно бывало что я выходил на улицу и с удивлением обнаруживал что идет дождь такая специфика жизни высотных домах а тут можно сразу посмотреть и не бегать на балкон смотреть в окно аналогично можно наблюдать за входной дверью общим коридорами так далее и это ключевой для меня момент веб-страницы пока я добавил две управление vled светильником если хочется что-то изменить из того что не добавлено в быстрый запуск через home assistant было бы хорошо если бы вышла американская прямоугольная версия для такого использования она будет значительно удобнее еще раз отмечу что я рассказываю о лично своих кейсах использования и логично что не всем они подойдут это просто один из вариантов со своими достоинствами и недостатками интерфейс home assistant страница оптимизирована под десктоп поэтому на маленьком экране не очень удобно как я уже сказал ранее тут нужно создавать отдельного пользователя со своим дашбордом где все оптимизировать под панель делать удобные крупные кнопки максимально оптимизировать управление и так далее это отдельный кусок работы которым я планирую понемногу заниматься тут показываю только возможность еще раз отмечу что я показал лично свои кейсы использования панели и стоит помнить что она ориентирована под использование в экосистеме avlink этот вопрос я подробнее рассмотрел в первой части видео в дальнейшем при обзорах zigbee устройств из этой экосистемы я буду демонстрировать их взаимодействие с этой панелью которая выполняет роль шлюза нужно ли она лично вам решайте сами это устройство довольно специфическое и его сложно назвать бюджетным если бы я был рядовым пользователем home assistant маловероятно что я бы себе купила нес панель про но так как я занимаюсь тестированием различных устройств у меня есть довольно широкий набор различных инструментов и устройств бесполезны для обычных людей на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании под видео кроме ссылок на магазины санов и другие обзоры упомянутой и соответствующей этой теме вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира удачи удачи Продолжение следует...